Пополнение по-карагандински в шахтерской столице снова родилась в Тройне. Однако семья, где тройное счастье, осталось без внимания местных властей. Почему? Разбиралась с миром Гульс Лакенбаева. Тройняшек семья назвала Аружана, Диля и Аяулым. От стрессов и переживаний Алтная Укенова родила их недоношенными. В советские времена семьям, где рождалась Тройня, сразу выделяли трехкомнатную квартиру. Однако карагандинцы, у которых тройное счастье, уже больше двух месяцев не могут дождаться внимания местных властей. Ну, по крайней мере, никто не позвонил, не сказали, не поздравили даже с рождением Тройни. Я думаю, что Тройня не каждый день рождается и не каждый год. Счастливый отец трех новорожденных, Абзал, работает вахтовым методом. Ежемесячная заработная плата – 80 тысяч тенге. А этого хватает только на памперсы и питание Тройняшек. К тому же Тройняшки нуждаются в лечении. Мы получаем платный электрофорез. На ней приходится домой приглашать массаж. В поликлинику возить одна я не могу. Пополностью у нас не на роду, 15 дней дома. К этому дому мы стараемся съездить, там рост вес вес весит. А это так, в стране все равно тяжело. Даже гулять, например. Кого-то приглашать приходится. Гулять там, одна ты не видишь. Чтобы везти два раза в неделю малышей в больницу, молодому отцу пришлось оформить машину в кредит. Вот пришлось мне машину оформить в кредит, чтобы детей возить уже на своей машине. С вопросом жилья Абзал и его супруга Алтнай неоднократно обращались в городскую администрацию. Там же, чтобы получить квадратные метры, им посоветовали встать на очередь. Последняя надежда семьи – Нуратан. Написал заявление на улучшение жилищных условий, чтобы детей в более комфортабельных условиях. Потому что у меня как квартиры такого нет. На сегодняшний день молодая Чита живет в квартире, которая досталась Абзалу и его двум братьям по наследству. Здесь ютиться большой семье с грудничками непросто. Справляться с тремя малышками Алтнай помогает ее мама. На данный момент для семьи роднее ее никого нет. Бывает так, что они плачут одновременно. Бывает, один спит, а двое плачут. Вот тогда с ними справиться очень тяжело. Они же маленькие, не могут сказать, где у них болит. Тут с одним, бывает, не справляешься. А когда сразу трое. Теперь семья надеется, что вопрос жилья помогут решить партийцы. Мирамгус Алкимбаева, Тулиген Рашид, Марат Культенов, Первый Каргандинский.